АПЛОДИСМЕНТЫ Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бензаидом Аль-Нахаяном. Формат один на один. Атмосфера дружеская. Казалось бы, Делов-то, ну, согласился и согласился. Рабочая встреча. В чем победа-то? Но с учетом полного безрыбья пропагандисты лепят из рядовой встречи события вселенского масштаба. Важная встреча. Действительно, Объединенные Арабские Эмираты играют очень большую роль и в ближневосточной политике, и в мировой энергетической политике. На Западе эту встречу назвали эпохальным изменением мира, который до сих пор не может жить без нефтяной капельницы. На самом же деле, это пощечина западному миру. В том смысле, что ОПЕК-плюс работает на руку Путина. Мол, Байден, как увидел, так сразу в истерику впал. Ох, опять Россия всех переиграла. Когда президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль-Нахаян встречается в Санкт-Петербурге с Путиным, то ясно, что они обсуждают серьезнейшие вопросы. И Америка начинает страшно нервничать, биться в истерике. Ну, а что же делать? Ничего. Ничего с этим не сделать. Могут только утереться, как рукой. И смотришь ты на все это и думаешь, ну вот как? До чего же низко нужно было упасть, чтобы водить хороводы после такого? Или, может, кто-то еще думает, что Россия не стала изгоем планеты? И те же Объединенные Арабские Эмираты – это союзники. Россия вкупе с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами превращается в центр, который, возможно, и будет противостоять американской гегемонии. Так мы вот вам сейчас приветик из Генассамблеи ООН покажем. Там после попыток России отжать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области приняли важнейшую резолюцию. 143 страны ООН осудили аннексию России и украинских регионов и потребовали немедленно вывести войска из Украины. А вот здесь уже видно, как проголосовали Объединенные Арабские Эмираты. «Ой, да вы что, не иначе, как удар в спину!» Ведь плюсик означает поддержку резолюции с осуждением России. Очень похожая история, кстати, случилась и с Сербией, которую в России называли не иначе, как братским народом и главным союзником в Европе. Сербия, как вы поняли, тоже проголосовала за резолюцию, отчего того же Соловьева экстренно увезли к проктологу. Среди голосовавших в Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях оказалась Сербия. Ранее Вучич заявлял, что Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям. И подобных взрат для Кремля вообще оказалось непростительно много. От бункерного фюрера отвернулись даже те, кто годами топил за путинский режим. Например, крошечная Науру из Океании в свое время прославилась тем, что по просьбе Москвы признала Абхазию и Южную Осетию. Республика Науру, карликовое островное государство в Тихом океане с населением в 14 тысяч человек, вслед за Абхазией признала независимость и Южной Осетии. Признание состоялось после зачисления в бюджет Науру обещанной России гуманитарной помощи в размере 50 миллионов долларов. На генассамблеях ООН Науру всегда голосовала по отмашке из России. Но на этот раз что-то пошло не так. То ли из-за санкций и войны денежки в Кремле зажали, то ли Путин стал слишком токсичным даже для недавних друзей. Но факт остается фактом. Ведь из зашкваренного клуба слилось не только Науру, но и Эритрея. Хотя еще недавно там прям задыхались от любви к России. Традиционно дружественные отношения между Россией и Эритреей продолжают успешно развиваться. Против России было введено очень много санкций со стороны Запада. И, конечно, эта ситуация неприемлема ни в коем случае. Теперь же Эритрея ушла в нейтралитет, как, впрочем, и Китай с Индией, которых в России считают своими союзниками. 20 лет плечом к плечу Россия и Индия речь идет как о стратегическом взаимодействии в военном сотрудничестве, так и о культурном обмене. Партнерство никуда не делось, оно даже укрепилось и усилилось, я имею в виду российско-китайское. Ну же, ребятки, расскажите своим гражданам, почему так получается? Ведь вы же всем уши прожужжали, мол, большая часть человечества выступает за РФ. Остальной мир – Латинская Америка, Африка, арабские страны, Южная, Средняя и Восточная Азии, и даже океане – 85% населения планеты – встали на сторону России. А на деле, исходя из результатов голосования, под шконкой ООН вместе с Россией оказались еще 4 сверхдержавы – Северная Корея, Сирия, Никарагуа и оккупированная мамкиным картографом Беларусь. За резолюцию проголосовали 143 страны. Для России, Беларуси, КНДР, Никарагуа и Сирия высказались против. Вот это смешные и есть ваши друзья-товарищи. Ай да Путин, ай да мастер многоходовок. Как обычно. Но если вы думаете, что провалом на Генассамблее унижение России ограничились, то можете сразу расслабиться. А ведь еще начиная с лета федеральные каналы затянули любимую песню, как без российского газа замерзнут все враги зимой. Без российского газа Европа замерзнет. Европа находится в катастрофической ситуации. Руководство Великобритании уже говорит, у нас будет самая тяжелая зима. Холодная и голодная. Альтернативно одаренные додики из Газпрома, кто забыл, по такому случаю даже клип целый запустили. А мамкины эксперты в студиях бодрили россиян, мол, вот подождите, чем ближе к зиме будет, тем сильнее пойдут на уступки европейцы. Да они скоро вообще к Путину на этих на коленках приползут. Падет Европа, падет Америка, они будут еще ходить к нам проситься и просить прощения. Это же у них нету газа. Это им в этом мире холодно. Но вот на календаре уже середина октября. А очередей задумавшихся европейцев у Кремля как-то не наблюдается. Более того, фактически выведены из строя оба северных потока. И зафиксировали взрывы в районах усечи газа на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Обе магистрали «Северный поток-1» и «Северный поток-2» вышли из строя. Отчего появились проблемы с реализацией даже долгосрочных контрактов. Ну а если нет газа, то нет и денежек. Ой, и что же мы видим? Вместо Макрона и Шольца, умоляющих вернуть поставки газа из бункера, достали всем известного дедушку с текстом «Ну вы это, вы купите, пожалуйста». Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке, а там одна ветка «Северного потока-2», судя по всему, уцелела, Россия к началу таких поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Можно через Турцию, можно в банках, а то на войну много уходит, да и холопов нужно кормить. Россия говорит, вот уставим Путина, так мы готовы поставлять? Утраченный объем транзита по Северным потокам, по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Короче, друзья, зима еще даже не наступила, а фраер уже сдал назад. Ну а чтобы ура-патриоты не огорчались и не впадали в еще большую депрессию, Скобеев, Соловьев и прочие городские сумасшедшие кормят их типа победами с фронта. По объектам критической инфраструктуры Украины нанесены ракетные удары. На линии соприкосновения украинская армия несет огромные потери, а Киев бросает в бой последние резервы. И смотрится все это, но очень забавно, ведь легко говорить о победах, когда они эти победы реально есть. И совсем другое дело, когда их приходится тупо выдумывать. Мы за два дня вогнали энергетическую систему Украины в ситуацию, близкую к коллапсу. Слыхал Машка, обнулил Россию энергетическую систему Украины, и радовался сидя у телевизора, пока еще не мобилизованный патриот Ваня. Но самое главное даже не в этом. Ракеты-то отечественные, импортозамещенные. Оказывается, натовское ПВО на раз-два обошли. Разведка НАТО не сумела вскрыть наши намерения. Натовскую систему ПВО мы преодолели легко. Степень поражения с учетом данных разведки нашего вероятного противника. А нацицы работают против нас в полном объеме. Плюс ту систему ПВО, которую они построили, я считаю, что она очень успешно преодолена. То есть удары по ТЭС и другим сугубо гражданским объектам, это даже не над украинцами, это над НАТО победа. Мы воюем не с ВСУ, мы воюем с НАТО. И глядя на все это возникала всего одна мысль. Ну вот да че, мало нужно людям для счастья. Ведь они же сами отлично знают, что на тысячи километров территории реально НАТОвских систем раз-два и обчелся. И что нет пока никакой эшелонированной противовоздушной обороны. И Украина об этом прямо говорит. А вот в России, напротив, годами нахваливали свое ПВО. Наша ПВО держит воздушное пространство под замком. Называли его лучшим в мире? Наша ПВО, оно лучшее в мире. Но, как оказалось, даже стратегически важные объекты, типа Антоновского моста или командных пунктов российской армии силы ПВО защитить не смогли. Украинская авиация нанесла 9 ударов по врагу, а ракетные войска и артиллерия поразили 6 командных пунктов. И говорим мы это не потому, что нам так хочется. Ведь даже Сладков ныл о результативных ударах ВСУ по центрам принятия решений. Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом центры небольшие, но важные. И в этом свете очень хотелось бы уточнить. А правильно мы понимаем, что исходя из вашей же логики... Система ПВО, которую они построили, я считаю, что она очень успешно преодолена. И когда мне говорят, ну вы понимаете, там уже сбили какое-то количество ракет. Слушайте, друзья мои, я вас умоляю. Вообще не бывает 100% поражения целей, вообще никаким оружием. Не менее 80%, то это более чем отличный результат. Можно сделать вывод, что и С-400, и Паунцери, и Торы оказались беспомощными даже против Хайморсов. Что ж тогда было бы против более мощных и быстрых Атакамсов и Томагавков? По-моему, ответ очевиден. Но не будем, пожалуй, мешать россиянам надувать щеки. Это как минимум забавно. Ведь после героического удара по ТЭС разного рода городские сумасшедшие решили не мелочиться и предложили ракетами уничтожить технику для ВСУ в Польше и в Румынии. Давайте уничтожать технику, может быть, даже в портах разгрузки. Неважно, Польша, Румыния. Какая разница? Вчера же Столкенберг заявил впрямую, что наша победа – это поражение НАТО. То есть он признал, что НАТО с нами воюет. Представляем, как радостно в этот момент топали ножкой условные отряды Путина. Хотя более реальные удары РФ сегодня выглядят вот так. Это россияне своим «Мавиком» пытаются протаранить украинский беспилотник. Но, ой, не рассчитали силы, и «Мавик» отправляется на землю. А вот как описывают сражения дронов подконтрольные Кремлю телеграм-каналы. Первый зафиксированный воздушный бой российского и украинского коптеров. 1-0. Уверенная победа нашей птички. Всем ясно? Невероятная победа России, братцы. И народ радуется. Чепчики, вставные челюсти и пустые банки из-под боярки в воздух летят. А пропагандисты добавляют. Большие победы куются из малых. Вот, подождите, скоро во Львове будем. Это война, которая должна закончиться там, во Львове. И только так она и может закончиться. Да-да, мы очень и очень в это верим. Во Львове, в Берлине, а потом Рейкьявик, Лондон и Вашингтон. А потом будильник, и оп, просыпается патриот на старом продавленном диване. Эх, какой хороший сон был. Надо почаще Соловьева на ночь смотреть. Он же, ну в смысле Соловьев, сейчас вообще одичал. Это в первые дни Шептун об операции спасения речи задвигал. Не случайно эта военная операция называется спасение. А теперь все, на тропу войны вышел дедушка. Предлагает стирать с лица земли Львов и Харьков. Да нахрен смести, чтобы близко не было Львова. Да выжженную землю создайте, чтобы никто не подошел. Чтобы Украина понимала, удар по Белгороду, Харькова нахрен нет. Мол, Россия украинцев очень точечно убивает, а они и ж гады, отвечать смеют. А долбить по Белгороду это нормально? Долбить по нашим деревням это нормально? Мы с ними с хирургической точностью, прям вырезаем, как скальпелем. Но да, блин, точечно, ракетами по жилым домам, десятки погибших мирных жителей ежедневно. Уничтожили дом. Тупо многоэтажку уничтожили. Ебаные твари. Это б***ь. Алло, алло. Дома нет. И в этом свете у нас для Соловьева плохие новости. Жизнь так устроена, что за слова рано или поздно приходят и спрашивают. И не важно, будет это сотрудник спецслужб на допросе. Или молчаливый, но эффективный кусок тротива. Главное, что награда обязательно найдет всех своих героев. Эх, это ж сколько придется Бастрыкину возбуждаться. Ужас!